МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Программа «День за днём» на Ивантеевском телевидении. В студии Екатерина Дубровина. Сегодня вы увидите. Снежный десант. Глава, депутаты и жители объединились в борьбе со стихией. С новосельем. Восьмая школа официально переехала в новое здание на студенческом проезде. Космическая робототехника и рукодельные мастерские. Знакомим с педагогами новой школы. Об этих и других новостях прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году в Подмосковье планируют открыть 36 школ. Одна из них в Ивантеевке уже распахнула двери для учащихся. Министр образования Подмосковья Ирина Коклюгина ознакомилась с организацией учебного процесса в новой школе на студенческом проезде. Профильная школа, школа будущего, учебно-экспериментальная зона, пять лабораторий, кабинет физики с современным оборудованием и цифровыми индивидуальными лабораториями, два кабинета робототехники. Современные технологии задают качество образования в новой школе на студенческом проезде. В первый день занятий организацию учебы оценивает министр образования Московской области Ирина Коклюгина. Это мастерские, где мальчики учатся работать с деревом и по дереву. Технологию обработки этого материала министр образования решает опробовать самостоятельно. Школа – муниципальная площадка подготовки к Олимпиадам национальной технологической инициативы. Здесь планируют готовить команду восьмой школы, начиная с пятого класса. А тем временем девочки учатся конструировать модели костюмов. Придумать свой силуэт – задача творческая. Мы вырезаем из журналов интересные формы. Ирина Коклюгина изучает организацию школьного питания. Чем кормят и вкусно ли? Судя по довольным лицам детей, первый обед в новой школе прошел на ура. Действительно суперсовременная школа. И само здание, и оборудование, которым она оснащена, и пищеблока. Потому что я знаю, что в старой школе были проблемы, там было привозное питание. В школе 54 учебных кабинета, начальных классов – 16. Для малышей предусмотрен проект ранней профориентации, который реализуется совместно с МГОУ. В начальной школе в рамках внеурочки и группы продленного дня под руководством специалистов Ребята в игровой форме будут выбирать свою будущую профессию и индивидуальную образовательную программу. Мне очень нравится новая школа. Здесь очень просторно. Школа, она большая, красивая. Много классов, много интересного. Новая школа рассчитана на 1100 учеников. Благодаря открытию новой школы в остальных учебных заведениях города снизится процент второй смены с 17 до 4. Такая большая просторная школа. Четыре этажа, много кабинетов. Пока по лестнице поднимались, это такая уж нагрузочка хорошая. Приятно, что нам построили вот такую школу. Ходить мне стало ближе. В новой школе все намного лучше сделано. И дизайн очень яркий. И интересно, да, в отличие от старой школы. И это очень нравится. Такая свежесть и простор теперь есть. Переехать из такой школы, которую мы учились раньше, это, ну, прям, да. Очень неожиданно было. Последние три месяца надо здесь прям оторваться. Отдельная радость для ребят, учившихся в старом здании восьмой школы, два спортивных зала. Планируется, что с учениками будет работать лучший тренерский состав комплексной детско-юношеской спортивной школы Ивантиевки с программой спортивных секций разных направленностей. По физкультуре новые возможности, новый зал, два зала хороших. Мы очень ждали эту школу. То, что у нас не было спортивного зала в прошлой школе. Физкультурный зал огромный. Можно поиграть с друзьями, там, в футбол. Строительство новой школы на студенческом проезде велось в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Людмила Ермакова, Антон Рябов, Мария Барсукова. Программа «День за днём». Накануне открытия новой школы на студенческом проезде в ней побывал глава города Максим Красноцветов. Он оценил состояние готовности школы на 100% и познакомился с педагогическим коллективом. Контрольный выезд за день до открытия школы. Работают ли розетки, подключили ли технику, все ли парты на своих местах. Глава города Максим Красноцветов проверяет готовность новой школы на студенческом проезде и знакомится с педагогами. Александр Филатов – педагог дополнительного образования. Будет вести здесь робототехнику и впоследствии, если будет набран инженерный класс, трёхмерное моделирование. Сегодня демонстрирует главе принципы работы простейшего робота-пятиминутки. Для занятий закуплены наборы VEX IQ. Очень, очень оснащена хорошо. Тем более, вот этот набор, ещё раз повторюсь, он популярен в Америке. Он имеет больше возможностей, чем LEGO, хотя технически вроде бы похожи они. И датчики те же, и всё. Но вот благодаря пульту управления и некоторым нюансам, вот радиоуправлению, например, потому что для LEGO приходится скачивать на смартфон приложение соответствующее. А здесь уже пульт с четырьмя кнопочками, с двумя джойстиками соответствующими. Максиму Красноцветову показывают кабинет физики. Наверху продуманы опускающиеся источники питания постоянного и переменного тока. Раньше в старой школе приходилось использовать батарейки. Конечно, мечта, буквально хочу сказать, была моя. То есть здесь такие приборы, и получается, если каждому раньше давали приборы по отдельности, сейчас у нас полностью блоки, то есть на каждого ученика мы даём ящик такой небольшой, в котором все приборы есть. Настолько хорошо. Учителям не пришлось менять место работы. В новое здание переехала школа номер 8. Педагогический коллектив остался прежним. В просторной каворкинг-зоне всё готово к открытому уроку по труду. Здесь представлены коллекции, но, допустим, яркая достаточно, это красная машинная коллекция. Библиотека превратилась в библиотечно-информационный центр. Предусмотрены компьютеры для 40 обучающихся. Одновременно могут заниматься 2 десятых или одиннадцатых класса. Собственно, библиотека раньше занимала 36 квадратных метров, теперь 100, а с каворкинг-зоной 600. Библиотека громадная. Посмотрите, сколько у нас компьютеров. Здесь у нас каворкинг-зона. На всё просторно, на всё красиво. Ждём детей. Пусть приходят, пусть читают, пусть занимаются. Будем только рады. Также главе показывают спортивный зал. В старой школе его просто не было. Здание новое, а школа с историей. В этом году Ивандеевской 8 исполняется 75 лет. Все силы на борьбу со стихией. Более 20 тысяч человек и 6 тысяч единиц техники в эти снежные выходные в усиленном режиме расчищали снег на подмосковных дорогах и во дворах. Такого снегопада не было около полувека. Помочь местным коммунальщикам вышли жители Ивандеевки и представители власти. Об инициативе выходного дня наш следующий сюжет. В свой выходной глава города меняет профессию и берёт в руки главное орудие нынешней снежной зимы – оранжевую лопату. Справляется легко, расчищая дорожку к обычному дому Ивандеевской многоэтажке по Советскому проспекту. В эти выходные на город и весь столичный регион обрушился небывалый снегопад. Месячная норма осадков выпала. Понятно, что мы одномоментно не сможем прийти во все дворы, но тем не менее мы призываем всех, призываем население помогать, участвовать. Только вместе мы сможем перевести город в порядок. Такого снегопада не было почти полвека. Все выходные коммунальщики на ногах и тракторах. В Ивандеевке на уборку вывели всю коммунальную технику. Это 45 единиц. Плюс около 220 дворников. В первую очередь убирали автобусные остановки, соцобъекты, входные группы домов. Председатели Советов домов призвали подключиться и жителей. Все пытаются друг другу помочь, расчистить не только парковочные места, но и, соответственно, для более престарелых жителей нашего города, соседей наших, чтобы они могли спокойно отходить в хотя бы магазин, приобретать необходимые товары. Мы понимаем, что такие акции являются разовые, более показательные, для того, чтобы все видели и все понимали, что только вместе, только совместно мы сделаем наш город чистым. Клич кинули по домовым чатам и в социальных сетях. Горожане делились своими фотографиями на акции, ставя хэштег «Помоги убрать снег». Во дворах по Советскому проспекту 2 и Дзержинского 3,5 вышли более 50 жителей. Огромное спасибо за то, что поднимаете, поддерживаете традиции коллективной уборки двора. Потому что это не только польза, но еще и сплачивание нашего двора, причем не одного, двора у нас 5 домов. Мы как одна семья живем. И вот огромное спасибо Максиму Валерьевичу, Татьяне Юрьевне, нашу управляющему БГУД. Уборку назвали снежным субботником или, новое слово, снежник. Когда происходят какие-то вот такие вот сумасшедшие природные явления, когда нас за два дня завалило всех, всю Россию снегом, и коммунальные службы, которые сейчас работают 24 часа, конечно, они не успевают убрать все так качественно. Поэтому сегодня у нас очень хорошее начинание для города. К расчистке снега на парковках и детских площадках подключились и депутаты городского совета. Поднять нас по тревоге 5 секунд. Надо помочь, мы помогли. И вообще всегда мы готовы помочь. По любому золу. Взяли домашние лопаты, домашнюю зимнюю тяжелую одежду, пришли сюда и хорошо пропотели. И мы пропотели. И я думаю, что жители этих домов нам скажут спасибо за труд. Мы сегодня не можем оставаться равнодушными, продолжать сидеть дома. Выглядывая в окно, мы видим, как сильно занесло наши дворы. Мы чувствуем свой долг выйти и помочь этот снег убрать, очистить пешеходные зоны, очистить детские площадки, помочь коммунальщикам в этот сложный период. Не проходите мимо, не будьте равнодушными. Всем здоровья. Самыми активными стали жители фабричного и центрального проездов. Микрорайонов Бережок и Детская. Всего за два выходных дня на улицу вышли более 200 жителей. Коммунальные службы вывезли более 150 грузовых машин снега. Анна Пыльцина, Антон Рябов, Анна Белова и ТВ. Вышел очередной номер Пульса Ивандеевки. О чем расскажет газета? Нам клуб строить и жить помогает. В активном долголетии каждый находит занятие по душе. Главнее всего – тепло и уют в доме. Зима устроила проверку коммунальным службам города. Чтобы не надеяться на авось. В городе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Репортаж из Оперблока. Накануне дня операционной медсестры наши корреспонденты побывали в центральной городской больнице. И, конечно же, афиша, ТВ-программа, сканворд, рецепты. Живите жизнью города. Читайте Пульс Ивандеевки. И к новостям погоды. Сегодня была солнечная передышка. Завтра снова тучи. Синоптики обещают во вторник, 16 февраля, более мягкие морозы. Минус 16 градусов ночью, минус 12 градусов днем. Ожидается незначительный снег. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами была Екатерина Дубровина. Всего вам доброго и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова